Итак, ребятки, у нас сегодня практическое занятие. В этом году оно первое. Мы с вами будем отрабатывать огневую подготовку. С этого года в школах вместо основ безопасности жизнедеятельности начали преподавать основы безопасности и защиты Родины. Новый предмет включает в себя расширенный курс начальной военной подготовки кибербезопасности, правил поведения во время природных и техногенных катастроф, правил оказания первой помощи. После каждого раздела у ребят идет практика. Это занятие в Центре образования номер 2 Красноармейска. Собирать и разбирать автомат ребятам помогают девушки, которые участвовали в Олимпиаде. У них все получается быстро и точно. Да, это очень интересно. Очень нравится, что это будет полезно, возможно, в будущем. Это такие навыки, которые пригодятся в любом случае каждому и очень хорошо умеют это делать. Теперь собирать автомат учат с 9 класса. Здесь же школьники отрабатывают стрельбу. Для этого установили виртуальный тир. Мы говорим в основном о патриотическом воспитании. И непосредственно здесь патриотика проходит основной нитью. И, конечно, ребята, здесь военная подготовка. И раньше у нас этого не было. Также у школы появилось новое оборудование. Например, аппаратно-программный комплекс «Веселый светофор». Благодаря ему дети учат правила дорожного движения. А это уже технология у девочек. На уроке их учат шить, вязать, готовить. Этот предмет тоже коснулись изменения. Введена компьютерная графика и черчение. И робототехника. Робототехника тоже были у нас. Но они сводились очень примитивные, маленькие. Делали поделки различные. То в основном в 5-6 классах. А сейчас робототехника – это автоматизированные устройства мы будем пробовать сделать. Обязательно беспилотные летательные аппараты. Все сделано для того, чтобы дети были адаптированы к разным профессиям. Так ребята пробуют что-то новое. Это помогает понять, чем они хотят заниматься в жизни. На уроках мы еще занимаемся вязанием. Мне это очень сильно понравилось. Я дома продолжала вязать крючком и на спицах. Это настолько мне понравилось, что я связала целое изделие. А какое? Шарф на спице. В этом кабинете все новое оборудование. С этого года у них появился и оверлок. Теперь технология станет не просто уроком, где дети создают поделки и знакомятся с инструментами, а полноценной дисциплиной, направленной на развитие практических навыков и творческого мышления. Мы можем узнавать новые швы всякие. А для чего это надо? В будущем поможет шить любую одежду. А помимо шитья, что вы еще здесь делаете? У нас проходит очень много интересных занятий. Мы делаем проекты на разные темы. Например, готовка. Все нововведения направлены на формирование у школьников практических навыков и углубление знаний о безопасности. Мария Лихобавенко, Владимир Овсяников, Яков Глейзер. Новости Большого округа. Новости Большого округа.